Девушки отдыхают Сегодня в студию заместитель начальника межрайона ФНС номер 14 по Московской области Анаит Голстян Анаит Владимировна, добрый вечер Добрый вечер Спасибо, что пришли Скажите, уже 7 декабря, если вдруг еще не получили налоговое уведомление, что делать в этом случае? Если не получили налоговое уведомление, то в этом случае нужно обратиться в налоговую инспекцию Либо в любой инспекции подключиться к сервису личный кабинет налогоплательщика Либо через сайт госуслуги также можно увидеть налоговое уведомление Но не во всех случаях налоговое уведомление приходит То есть если это льготируемые категории налогоплательщиков, то налоговое уведомление не формируется Если сумма налога по налоговому уведомлению меньше 100 рублей, то она также не придет налогоплательщику Если есть вычеты и с этого года еще введены новые введения Что если есть переплата, то сумма налога может быть зачтена И в этом случае тоже не будет формироваться налоговое уведомление Это все мы подробно обсудим Давайте начнем с АЗОВ До 1 декабря какие основные налоги нужно было заплатить? Основные налоги, которые нужно было заплатить, это налог на имущество физических лиц Земельный налог, транспортный налог И в случае предусмотренных законодательством налог на доходы физических лиц А какие это случаи касательно НДФЛ? Касательно НДФЛ это те случаи, когда налоговым агентам выгружаются справки по форме 2 НДФЛ О неудержанной сумме налога То есть раньше платильщики сами подавали декларации А несколько лет уже законодатель внес изменения И по сроку 1 декабря в налоговом уведомлении указывается отдельной строкой Именно подробный расчет налога на доходы физических лиц В том числе и там указан срок уплаты 1 декабря текущего года Скажите пожалуйста, все-таки люди сейчас стали больше платить онлайн Или еще немало людей, которые по старинке приходят в инспекцию, в банк? Я вам хочу сказать, что конечно людей с введением сервисов И личный кабинет налогоплательщика, и госуслуги В инспекции стало намного меньше Потому что очень много стало именно пользователей личного кабинета Но есть платильщики, которые по старинке все равно приходят в инспекцию Потому что есть определенные проблемы с почтой по доставке налоговых уведомлений Они приходят за налоговым уведомлением И там же сразу мы разъясняем Потому что мы выдаем налоговое уведомление Мы выдаем платежки И сразу разъясняем, как налогоплательщик может заплатить Потому что сейчас через приложение Сбербанка онлайн Он может заплатить через QR-код или тоже через Сбербанк онлайн, там есть другие вкладки, где он также может заплатить сразу прямо в здании налоговой инспекции. Либо также, я говорю, если есть личный кабинет, то через личный кабинет. В конце концов, даже просто есть терминал, через который прямо в инспекции можно платить, да? Да, есть, но это сложнее, потому что платежчикам там приходится набирать реквизиты. А когда все-таки мы выдаем платежки, и в платежках указан QR-код, это намного проще. Это буквально 10-15 секунд занимает. Ну что ж, способов оплаты действительно немало, главное, как говорится, было бы желание. Наши корреспонденты недавно были у вас в инспекции и сняли сюжет, как сейчас обстоят дела. Давайте его посмотрим. 1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов за 2020 год. Всю осень граждане получали налоговые уведомления с размером суммы, которую необходимо погасить до указанной даты. Если налогоплательщик по тем или иным причинам не сделал этого, то уже со 2 декабря ему начали начисляться пени. Необходимо узнать эту сумму пеней, сумму налога. Сейчас очень много способов для того, чтобы не только при посещении инспекции это можно сделать. Если у вас есть доступ к госуслугам, то и через госуслуги также это можно сделать. Через личный кабинет налогоплательщика, через приложение Сбербанк онлайн по ИНН, но также высвечивается задолженность. По количеству поступлений налогов от граждан ситуация сравнима с прошлыми годами. Но стоит отметить, что если вы не получили уведомления, это не значит, что налог вам не был начислен. У нас есть Конституция Российской Федерации, наши обязанности. Там прописано, что налогоплательщик обязан уплачивать, установленный законом налоги. То есть, опять же говоря о том, что если не пришло налоговое уведомление, но у плательщика есть собственность и земля, имущество, транспорт, то ему нужно обеспокоиться обязательно этим. После 1 декабря поток посетителей в налоговую инспекцию заметно снизился. Сейчас люди приходят в основном, чтобы лично задать какие-либо вопросы или подать декларацию о доходах. Люди все равно, как бы личный кабинет есть, они могут подать декларацию через личный кабинет, но многие как-то не решаются и приходят, конечно, в налоговую, чтобы здесь помогли, сказали, заполнить и подать. Одной из тех, кто решил заполнить декларацию в стенах налоговой, стала предприниматель Светлана Смирнова. Самостоятельно оформляла этот документ она в первый раз. Мне очень нравится здесь Светлана Валентиновна, которая прям такая молодец, очень активно помогает. Она помогает, где найти эту декларацию, как заполнить, как лучше, к кому подойти. Прям очень хорошая помощница. Она прям на своем месте. Ей отдельная благодарность. Жителям округа не стоит забывать, что пополнение бюджета муниципалитета происходит за счет сбора налогов. Собранные средства идут в том числе на строительство социальных объектов. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. А сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова Это инвалиды первой, второй и третьей группы, это ветераны Великой Отечественной войны боевых действий, ветераны труда. Перечень льгот, он огромный, он есть в решении Совета депутатов, а также в налоговом кодексе. И главное, что льгота, вот я хотела особо заострить, она носит заявительный характер. То есть налогоплательщик должен заявить о том, что у него есть льгота, подать заявление установленной формы и приложить туда соответствующий документ, подтверждающий это. Потому что льгота не носит автоматический характер. Многие пенсионеры, они думают о том, что ну я же пенсионер, значит мне не должен начисляться налог. Нет, об этом надо обязательно заявить в налоговую инспекцию, в любую, не обязательно по месту жительства, в любой налоговый орган. Также это заявление можно подать и через МФЦ. Это можно сделать онлайн на самом деле? И онлайн это можно сделать, это также можно сделать и онлайн. Можно и прийти в инспекцию, можно прийти в МФЦ. Понятно. Мы коснулись еще такого вопроса, как пени. Расскажите, с какого момента они начисляются? Всегда ли они начисляются или какой-то есть подпорог, который все-таки не трогается, минимальный? Значит пени, они начисляются с установленного срока оплаты. То есть если у нас мы берем земельный налог, налог на имущество и транспортный налог и НДФЛ, то пени начисляются уже со 2 декабря. Потому что предельный срок оплаты это 1 декабря, со 2 декабря уже будет начисляться пени по ставке 1,300, ставке рефинансирования за каждый день, вплоть до того дня, пока не будет погашен налог. Только при погашении налога, то уже пени стабилизируются. Какая-то минимума, ну вот если человек заплатит, допустим, 15 декабря, небольшая просрочка, да, ему потом придут все равно пени или... То есть даже если это будет 2 рубля, то, соответственно, все равно они придут. Поэтому те плательщики, которые сейчас оплачивают налоги, то они пусть сразу имеют в виду, что им нужно оплатить и соответствующее пени. Если говорить о каких-то крупных задолженностях, во-первых, что считается крупной задолженностью и какие в данном случае применяются меры? Крупной задолженностью считается задолженностью свыше 500 тысяч рублей. Эти плательщики находятся на особом контроле, мы с ними проводим адресную работу, что значит адресная работа, то есть мы их вызываем налоговую. Мы интересуемся, почему они не платят свое время на налоги, потому что у некоторых есть объективные причины. Это, например, распаривание кадастровой стоимости, да, включение в перечень объектов, по которым исчисляется налог от кадастровой стоимости. То есть мы плотно работаем с налогоплательщиками, а есть налогоплательщики, которые в связи с какими-то своими объективными причинами не платят тогда, соответственно, мы уже применяем весь комплекс мер, который предусмотрен налоговым кодексом. И также мы их вызываем, у нас есть на базе администрации комиссии по мобилизации доходов, вызываем на эту комиссию для заслушивания. Но, тем не менее, я знаю, что даже уже свыше 10 тысяч рублей, если есть задолженность, уже применяются значительные ограничения на какие-то действия с имуществом и выезд за границу. Всегда ли накладываются такие... При задолженности свыше 30 тысяч рублей судебный пристав исполнитель имеет право наложить запрет выезда из Российской Федерации и наложить арест. Вот, да, буквально сегодня как раз я общалась с налогоплательщиком, у кого задолженность свыше 100 тысяч рублей, он в преддверии Нового года решил себя порадовать, поехать отдыхать. Ну, не тут-то было, у него оказалась задолженность, он хотел отсрочить ее, но я сказала, что нет, уже все сроки прошли, и он был вынужден оплатить, дабы не потерять свою путевку. А, не знаю, если человек оказывается в этой ситуации прямо в аэроборту, он может оплатить или нет? Нет, уже нет, потому что снятие запрета на выезд, это процедура тоже определенная, закон об исполнительном производстве, это так быстро не делается. А какой у нее срок снятия такого? Ну, с того момента, когда полностью погашена задолженность, с того момента в течение трех дней выносится этот документ о снятии ограничений и отправляется в таможенные органы. Мы анонсировали в соцсетях прямой эфир с вами, и вот нам поступило уже много вопросов, давайте на некоторые ответим. Видновчанка Ольга пишет, что у нее накопилось немало долгов за два объекта, за квартиру, за машину, в совокупности за четыре года. Она хочет оплатить, но за все сразу не может. Как ей лучше сделать? За каждый объект потом пене? Вот ваши советы, чтобы так все-таки... Нужно погашать, начиная с самой старой задолженности, потому что на самую старую задолженность будут начисляться пене, и на сегодняшний день они уже будут значительные. Но я рекомендую всем плательщикам сначала погашать налог, потому что сумма пеней тогда стабилизируется, а потом уже платить пене. Потому что если она будет платить, например, налог за 17-й год и пене, а в этот момент же будет идти налог и за 18-й год пене, и за 19-й год пене, и так далее. Поэтому лучше сначала заплатить полностью налоги, а потом уже оплачивать пене. Ольга Терехова из Видного спрашивает. Ей пришло уведомление, налог на землю, но сумма очень высокая, почти в 10 раз больше, чем было в прошлом году. По всей вероятности, это ошибка. Встречаются ли такие технические ошибки, и что человеку делать в данном случае? Я хочу сказать налогоплательщикам, что налоговая инспекция не является первоисточником тех данных, на основании которых мы исчисляем налог. Мы получаем эти данные от регистрирующих органов. И когда мы начисляем налог земельный, нам нужна для этого кадастровая стоимость. Это, скорее всего, выгрузка кадастровой палаты. Ей необходимо, налогоплательщику необходимо написать заявление, и мы делаем официальный электронный запрос. Если нам приходят такие же данные, тогда мы уже рекомендуем плательщику самому обратиться. Если приходит уже откорректированная кадастровая стоимость, то мы делаем в меньшую сторону перерасчет. И там уже будет другой срок уплаты. То есть у плательщика не будет срока уплаты 1 декабря. Будет иной срок уплаты, который, соответственно, ничем не ущемляет его права. Ну, то есть, соответственно, не будет пеней за вот такой же... Не будет пеней, нет, нет. Пеней не будет. И еще один вопрос. Вот пенсионер Олег Иванович, у него есть дом. В этом году он приобрел еще один дом. Ну, соответственно, так как он пенсионер, он льготная категория, нужно ли будет ему платить за два объекта? И за какой? За больше или за меньше, скажем так? У нас пенсионеры по закону освобождены от одного дома, квартиры, одного гаража. Если уплательщик приобрел второй дом, то он будет платить за один дом меньшей кадастровой стоимостью. То есть, за тот дом, где у него больше кадастровой стоимости, налог больше, он будет освобожден от уплаты налога. А за второй дом он будет платить на общих основаниях. А я напомню, что любые вопросы, связанные с налогами, вы можете задавать по телефону, который вы сейчас видите на экране. Звоните, мы с удовольствием ответим. Ну, налоговое законодательство такое достаточно живое организм. Часто происходят всякие новшества и нововведения. В этом году что-то было? В этом году первый раз, что у нас введены изменения в 52 статью Налогового кодекса. И если налогового платежика была переплата, а были начисления по другим налогам, то налоговая инспекция самостоятельно произвела зачет сумм переплаты в сумм начисления по налогам. Потому что у нас есть налогоплательщики, которые, например, не получили уведомления, они к нам обращали, что почему мы не получили. Мы им объясняли, что так как у вас по другим налогам была переплата, мы перекрыли эту переплату в счет этих начислений. Также с этого года у нас есть изменения по электронной цифровой подписи. Рассказывай, да? Конечно, да. Это касается физических лиц и юридических лиц? Это больше касается юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Потому что с 1 июля 2021 года Федеральная налоговая служба, она также пошла в аккредитацию и имеет право теперь на выдачу ключей электронной цифровой подписи. Эти ключи выдаются в налоговой инспекции. Что я хотела бы обратить внимание, что информация, которая в электронной форме подписанной, квалифицированной электронной подписью, она признается равнозначной документу на бумажном носителе, который подписан собственноручно. Поэтому нужно особо следить за этой подписью, потому что в случае, если будет выявлено, что этой подписью пользовались сторонние лица, которые не имели отношения к этой организации, то может быть возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов по статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть нужно очень осторожно и внимательно. Да, да. Хорошо, давайте перейдем к другим налогам. Продолжает ли сейчас действовать налог на профессиональный доход? Да, налог на профессиональный доход не только продолжает действовать, он с каждым годом у нас платежчиков налога на профессиональный доход становится все больше. Он регистрируется очень легко. Это через мобильное приложение «Мой налог». Налогоплательщик регистрируется сам. Единственное ограничение по этой системе налогообложения – это доход не может быть свыше 2,4 млн. рублей. Там очень выгодные ставки. Это если доходы поступили от физического лица, то это 4%. Если от юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, то это 6%. Налог исчисляется, когда, соответственно, они открывают это приложение, они привязывают счет и при оказании услуги они выписывают квитанции, которые заносят в это приложение. И программа автоматом считает им налог, который они должны уплачивать каждый месяц, не позднее 25-го числа. Ограничения существуют только по доходу или есть, например, ограничения по обороту? Нет, это обороты есть. Их обороты считаются их доходом. Понятно. А у нас вообще много таких? Сколько у нас в муниципалитете примерно таких людей, кто принимает? Я сейчас затрудняюсь ответить, но мы знаем, что очень много, потому что у нас многие предприниматели перешли на налог на профессиональный доход, особенно те, которые занимались парикмахерскими услугами, это деятельность такси, при том, что у них доходы небольшие, а все-таки этот налог очень отличается по суммам от других систем налогообложения, если человек работает сам на себя. То есть это касается физических лиц и юридических? Нет, это касается только исключительно физических лиц. Понятно. Есть ли ограничения по видам деятельности? Они прописаны в законах, эти ограничения. Единственное, что я хочу сказать, что если предприниматели переходят на налог на профессиональный доход, они обязательно должны отказаться от специальных режимов налогообложения. То есть обязательно должны отказаться от упрощенной системы налогообложения, и если у них вдруг есть патентная система налогообложения. Потому что если вдруг они не откажутся, они все равно будут считаться на этих режимах налогообложения. Вообще в законодательстве прописано, что они переходят на общую систему налогообложения, а это очень сильно будет бить по карману налогоплательщикам. Потому что это 20% НДС и 13% НДФЛ. То есть это аховые налоги. То есть нужно выбрать что-то одно, вот наиболее выгодное соответственно. Обязательно в течение 30 дней с момента регистрации налогоплательщика НПД должен отказаться от спецрежимов. Вот у нас поступают вопросы как раз по этой теме. Александр Жуков интересуется, можно ли этот налоговый режим применять при вот сдаче квартиры? Да, этот налоговый режим. Потому что обычно это 13%. Давайте вот на этом примере поясним выгоду для человека. Ну обычно это 13%, а получается тут, если он сдает физическому лицу, это будет всего лишь 4%. Ему не надо будет подавать декларацию. Это же очень удобно, что там декларация не так, когда у него 13%, он сам подает декларацию в инспекцию. А тут получается не надо подавать декларацию. Вносятся данные как раз, свои данные вот в это мобильное приложение, и налог рассчитывается автоматически. То есть это легко и просто, и выгодно, главное, да? И не надо ходить в инспекцию. Это немаловажно. Вот есть у нас тоже немало граждан, у которых есть счет за рубежом. Расскажите, каким образом предоставляется информация о счетах за границей, за пределами Российской Федерации? Значит, если у налогоплательщиков есть за пределами Российской Федерации счета в иностранных банках, а не в российских банках, да, не в филиалах российских банков, потому что такие платежщики не обязаны подоставать сведения, а именно иностранных, то они обязаны подавать уведомления обязательно об открытии и закрытии счета, об изменении каких-то банковских реквизитов обязаны, и также обязаны подавать отчеты о движении денежных средств за рубежом, потому что если открывается счет, туда заносятся деньги, и они, соответственно, обязаны ежегодно подавать такие сведения. В случае неподачи уведомления или несвоевременной подачи уведомления, это предусмотрены штрафные санкции кодексом административных правонарушений. Также за неподачу, либо несвоевременную подачу отчетов о движении денежных средств, за это также предусмотрены штрафные санкции. Поэтому те платежщики, у которых все-таки есть такие счета, у них есть обязанность подавать в инспекцию эти сведения в течение 30 дней с момента открытия и закрытия счета, либо изменения каких-то реквизитов, либо в свою инспекцию по месту жительства, либо по месту пребывания, а если и такого даже нет, то по месту нахождения недвижимого имущества. То есть в любую инспекцию нельзя? Да, нет, тут это нельзя, только в ту инспекцию, где они стоят на учете. А вот эти штрафные санкции, они применяются единоразово или в течение раз в год? Нет, это применяется, если ежегодно он не предоставляет это сведение, то ежегодно, только тогда штрафные санкции увеличиваются. То есть если один раз не представил отчет, это 2 до 3 тысяч, и на следующий год опять, если не представят, то штраф уже будет 20 тысяч рублей. То есть в 10 раз? В 10 раз больше, да. Серьезные суммы. Скажите, вот вопрос поступил от телезрителя по этой теме, более 10 лет назад был открыт счет за границей, один раз по нему провели платеж и больше ничего не делали. И человек не знает, закрыт он, не закрывал специально, да. Но банка уже давно нет. Как поступить в данном случае? Что порекомендуете? Я порекомендую по почте хотя бы отправить туда письмо, получить хоть какое-то подтверждение того, что этого банка нет. Если этого банка нет, то необходимо подать в инспекцию заявление о закрытии этого счета. И потому что будут идти тогда штрафные санкции за непредставление отчета о движении джинских же средств. А если есть хоть какой-то документ, подтверждающий, что банк уже исключен из перечня, то можно подать тогда заявление о закрытии счета. И тем числом, когда этот банк был исключен из перечня. Если человек переехал с тех пор, когда у него был открыт счет, у него была одна регистрация, сейчас он уже в другом регионе. То есть та инспекция фигурировала при открытии счета. Нужно обращаться туда же или уже по нынешнему регистрации? Хорошо, следующий вопрос. В ноябре 2021 года были установлены нерабочие дни в связи с коронавирусом. Расскажите, есть ли возможность у малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций получить субсидии? И как это сделать, соответственно? Есть субсидии, которые утверждены постановлением правительства 28 октября 2021 года, номер 1849. Субсидии могут получить только те юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые по состоянию на 10 июля 2021 года были включены в реестр субъектов малого предпринимательства и чей основной вид деятельности по ЕГРИЮ или ЕГРИП указан в перечне. Также еще есть два условия. Это недоимка не должна превышать 3000 рублей по состоянию на 1 июля 2021 года. И юридическое лицо не должно быть в стадии ликвидации, банкротства, не должно быть исключено из ЕГРИЮ. Подходите ли вы в перечень или нет, это проверить очень легко на сайте. Для этого необходим только ваш ИНН. Размер субсидии составляет 12 792 рубля на каждого сотрудника. Расчет сотрудников мы берем из расчета по страховым взносам за полугодие 2021 года по индивидуальным предпринимателям. Индивидуальные предприниматели на себя также могут получить такую же субсидию в размере 12 972 рубля. Заявление о выдаче субсидии срок ограничен. Это не так, как было до этого. Срок ограничен до 15 декабря 2021 года. Нужно подать это заявление либо через ТКС, либо через личный кабинет, либо по почте, либо прийти в инспекцию. Есть установленная КНД форма. Нужно ее обязательно заполнить и представить в инспекцию. То есть нужно поспешить, потому что фактически осталась неделя. Да, фактически очень мало времени. Правым таким законодатель разрешает воспользоваться. А много ли у нас в Ленинском округе предпринимателей воспользовались уже? Или, скажем, подали заявление на эту львоту? Больше ста налогоплательщиков. Предприятий, да? Да. Вопрос от наших телезрителей. От нескольких фактически один и тот же поступил. Существует ли упрощенный порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов? Да. Существует упрощенный порядок получения инвестиционного вычета в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, либо имущественных вычетов, которые предусмотрены статьей 220 Налогового кодекса. Подавать декларацию, подтверждающую документы, там не нужно. Нужно налогоплательщиков всего лишь заполнить заявление, и это заявление, соответственно, будет обрабатываться. Срок на обработку этого заявления 30 дней. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен до 3 месяцев. В случае выявления фактов нарушения законодательства. Вся информация по поводу рассмотрения этого предзаявления будет отображаться в личном кабинете. По итогам рассмотрения этого заявления принимает инспекция 3 решения. Это решение полностью подтверждения вычета, частичное подтверждение, либо об отказе. В случае, если вычет будет подтвержден, то, соответственно, есть определенные реквизиты для перечисления этой суммы. В случае, если у плательщика есть недоимка, то часть суммы будет зачтена в недоимку. Если недоимки у налогоплательщика нет, то в течение 15 рабочих дней на те реквизиты, которые обозначены, будет перечислена эта сумма. Скажите, вот в 2022 году какие-то существенные новшества нас ожидают, о которых, может быть, уже известно? В 2022 году это только то, что связано с электронно-цифровой подписью. И, конечно, то, что... То, на чем бы вы хотели сконцентрироваться на своем внимание. Я бы хотела, что у нас многие предприниматели, к сожалению, не знают, что с этого года по патентной системе налогообложения у нас они имеют право уменьшать сумму пенсионных взносов, уплаченных на сумму патента. То есть это нововведение, которое было введено с 1 января 2021 года. Но, общаясь с налогоплательщиками буквально на днях, я узнала, что налогоплательщики даже и не знают об этом. Поэтому очень хочу заострить внимание, пока что есть время, сегодня еще 7 декабря, срок уплаты у них 2-й, 31 декабря по патенту. Если они уже заплатили страховые взносы, то обязательно есть форма КНД, нужно подать ее в инспекцию. И инспекция уменьшит сумму патента. То есть, если, например, у плательщика был патент на 58 тысяч рублей, а он заплатил страховые взносы, то он всего лишь 18 тысяч рублей по первому сроку оплатит, и все, остальную сумму ему оплачивать не придется. Анна Илья Владимировна, приближаются новогодние праздники. Скажите, какой будет режим работы у налоговой инспекции, чтобы люди сориентировались? Смотрите, 31 числа мы не работаем, 30 декабря мы работаем до 17.00, в обычные дни, вторник и четверг мы работаем до 20.00, в понедельник, среда до 18.00, в пятницу до 16.45. Пока что на сегодняшний день, суббота, у нас так и дальше и остается нерабочим днем. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю вам дисциплинированных плательщиков. Спасибо, дай Бог. Спасибо большое за интересную беседу, за детальные ответы. Напомню, что у нас в студии была заместитель начальника межрайонной ФНС номер 14 по Московской области Анаит Голстян. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч. До встречи.